Пробелы в школьной безопасности. После трагедии в Керчи в стране начались проверки учебных учреждений. В Ивановской области в работу включились эксперты ОНФ и сотрудники Росгвардии. В пятницу проверили 39-ю школу областного центра. Правоохранители смотрят паспорт безопасности объекта, а особенно на замечания, которые в нем отражены. Претензии касаются в основном отсутствия ЧОПов и системы контроля доступа. В этой школе все в порядке. В школах это в основном третья категория, у кого нет частного охранного агентства. У них есть ведомственные сторожа и контролеры, которые также проходят, у них тревожная синизация, инструкции под действием кнопки тревожной синизации. То есть периодически инспекторский состав Росгвардии приходит, инструктирует, как ей пользоваться. Проверяет у нас еще во многих учреждениях есть охранная синизация компьютерных классов. То есть постоянно инспектор состав идет в работу с сотрудниками образовательных учреждений. Прежде чем прийти всей комиссии, УНФ отправляет своего человека, который пытается попасть в учебное учреждение под предлогом пообщаться с директором. Здесь такой номер не прошел. Охранник попросил предъявить документы и предложил подождать, пока администрация сама спустится для общения. Тревожная кнопка у вас всегда при себе, да? Она здесь рядом находится, у меня, когда я отхожу, я ее с собой беру. То есть она на гречке, я ее вешаю на шею, потому что в случае необходимости, чтобы никуда не бегать, раз нажал, все. Нажать я успею в любом случае, вызов пройдет, через 2 минуты будут здесь. А вот буквально на днях в одну из школ Лежневского района засланный казачок прошел беспрепятственно. В остальные он просто так не зашел. То есть везде с него спрашивали документы, везде его останавливали, не интересовались. Даже если это технический работник. Даже если это не охранник специализированного ЧОПа, а технический работник. Но она остановила, она преградила дорогу, она потребовала документы. Это уже хорошо. Охранник Евгений Сарапунин в этой школе работает уже не первый год. Учеников и родителей знает в лицо. Правда, не стоит забывать, что кровавую бойню в Керчи устроил не чужак, а свой. Я знаю ребят в основном всех, и поэтому видишь, то есть ранец, это значит, ранец много не положишь. Можно, конечно, гранату положить, но извините, практически знаю всех. Но которые хулиганятся, значит, так это, с ними даже больше контакт. То есть они понимают уже все эти детали. И сам я говорю, ребята, в случае своей же, значит, мы свои. Я говорю, такой же свой в Керчи зашел. То есть я с ними в этом плане разъяснительную работу провожу. В Ивановской области проверят 30 образовательных учреждений. Для общей картины этого достаточно. 10 уже посмотрели. Вывод такой. В школу областного центра попасть практически невозможно. Чего не скажешь о районных. По итогу ОНФ проведет совещание с привлечением правоохранительных органов, руководства школ и исполнительной власти. Комплексно решить проблемы школьной безопасности могут целевые федеральные программы. Но чтобы они появились, необходимо четко понимать, что нужно сделать сегодня, чтобы трагедия в Керчи больше никогда не повторилась. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.